Обида К нему изменили отношения, относились бы с большим вниманием, уважением, любовью, чтобы ценили. Позитивное намерение обиды понятно. Изменить к себе отношения. Способ поведения. Обида. Позитивное намерение. Изменить к себе отношения. Но обида, как способ изменить отношения к себе окружающих, ужасна. Эта эмоция несет в себе скрытое пожелание смерти тому человеку, который причиняет обиду. И эта агрессия, направленная на другого человека, разворачивается против самого автора и превращается в программу саморазрушения. На приеме у меня женщина с диагнозом миомоматки. Ей предлагают операцию, пугая перерождением опухоли в злокачественную. Но она операцию делать не хочет. Причина болезни – накопленная обиды на своего мужа, который регулярно выпивает и обижает женщину своим отношением к ней. Я пытаюсь объяснить, что очень трудно убедить человека в том, что именно ее обидчивость, нелюбовь к себе являются причиной ее болезни и влияют на поведение супруга. Ну как же мне не обижаться? Приходит домой пьяный, оскорбляет меня, унижает, деньги из кошелька таскает, из квартиры выносит вещи, продает их и пропивает. И что же, я должна за это его уважать? Скажите, – спрашиваю я ее, – а вы любите вашего мужа? Не знаю. А вы любите себя? Женщина начинает плакать. Я спокойно объясняю дальше. В течение многих лет ваш муж наносил вам мелкие или крупные удары по вашему женскому самолюбию, по вашей женственности. Вы не принимали его поведение, унижающего ваше достоинство, да и не могли принять. Вы носились с обидами всю жизнь, накапливали их в себе, а местом накопления была ваша матка, которая непосредственно связана с вашей женственностью. Вот таким образом и выросла ваша опухоль, и если вы и дальше будете вести себя подобным образом, то опухоль может стать раковой. Что же мне делать? Начинайте прощать. Я знаю, вам нелегко будет это сделать, но вы должны понять, ваш муж, которого, кстати, вы сами привлекли в свою жизнь, всего лишь отражал ваше собственное отношение к себе и к мужчинам. Его поведение указывает на то, что вы не любили и не любите себя. У вас в подсознании есть программа осуждения и ненависти к мужчинам. Скорее всего, такое отношение к себе у вас сформировалось в детстве. Да, наверное. Отец мой выпивал, обижал мать. В семье нас было трое, и родители к нам относились очень плохо. Ваша задача сейчас не просто простить мужа и своих родителей, а буквально пересмотреть всю свою жизнь. Вспоминайте каждую ситуацию, в которой у вас были обиды, и меняйте к ним свое отношение. Прощайте. Проживайте все эти ситуации заново с чувством любви. Принимайте их, как созданные вами. Прощайте, благодарите и проживайте с новыми чувствами любви и благодарности. Ваша болезнь – это ваши обиды. Растворятся обиды, растворится и опухоль. Распринимайте болезнь, как разговор Бога с вами. Примите свою болезнь, как сигнал к изменению своего мировоззрения и поблагодарите ее. Человеку тяжело простить тогда, когда он считает другого виноватым. Но если вы поймете и почувствуете, что автором обиды являетесь вы сами, что обидчик – это только инструмент в руках неведомых божественных сил, инструмент для вашего очищения, для вашего обучения, для вашего блага, только тогда вы искренне простите и даже будете благодарны Богу, себе и этому человеку за ценный урок. Я уже знаю из практики, что когда женщина начинает менять к себе отношения, то это удивительным образом меняет и мужчину, который с ней живет. И наоборот. На прием ко мне пришла женщина средних лет. Она просила меня вылечить ее мужа-алкоголика. «А почему пришли вы, а не он?» – спросил я ее. А он не хочет идти. Он считает себя здоровым. Говорит, чтобы я лечилась сама. А может быть, он прав? В каком смысле? Ну, в таком смысле, что можно через работу с вами помочь вашему мужу избавиться от вредной привычки. А разве так можно? Конечно. Только потребуется вся ваша сила воли и большое желание измениться самой. Доктор, я на все готова. Делайте со мной, что хотите. Мне нужна спокойная жизнь. Далее мы диагностируем подсознательную программу поведения женщины и выясняем, каким своим поведением она привлекает в свою жизнь такое поведение мужа. Женщина начинает менять свою подсознательную программу поведения, и уже через две недели ее муж стал выпивать значительно меньше, а через месяц бросил пить совсем. При этом женщина работала только над собой. Если мужчина обижается на женщину, то страдает его мужское достоинство в прямом и переносном смысле. Обиды на женщин приводят к опухоли предстательной железы и проблемам с потенцией. Обиды могут вызывать не только рост опухолей, но и другие болезни – язвы желудка и двенадцатиперстные кишки, сыпи на коже, головные боли и другие. Обида – это еще одна производная от гордыни. Обижающийся человек никак не может понять и принять того факта, что это он сам привлекает в свою жизнь обидчика, привлекает его своим отношением к себе. Если к вам плохо относятся, загляните внутрь себя, присмотритесь и прислушайтесь. Внешнее отражает внутреннее. Как вы к себе относитесь, так относятся к вам. Измените к себе отношения, изменится отношение к вам окружающих. Как это сделать? Очень просто. Начните любить себя. Когда я задаю людям вопрос, любят ли они себя, практически каждый заявляет – да. Но при более детальном опросе выясняется, что они путают такие два понятия, как самолюбие и любовь к себе. Если вы хотя бы изредка ругаете себя, обвиняете за какие-то действия, вы уже не любите себя. Если вы считаете, что у вас есть недостатки, вы уже агрессивно настроены против себя. Необходимо понять простую истину. Каждый человек – это частица Бога, Вселенной. Если вы агрессивно настроены по отношению к себе, вы выступаете против Бога. Любовь к себе – это искусство. Нужно принимать себя таким, такой, какими вы есть на самом деле, как уникальную частицу Вселенной. Бог не наказывает и не поощряет. Бог есть любовь. И когда вы любите себя как частицу Бога, вы живете в мире и гармонии. Приведу отрывок из книги Луизы Хэй. Я пришла к выводу, что когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь. Маленькие чудеса везде. Здоровье улучшается, деньги сами идут в руки, наши отношения с другими расцветают, и мы начинаем выражать свою личность в творческом ключе. И все это происходит без малейших усилий с нашей стороны. Когда мы от души любим и уважаем себя и одобряем свои поступки, мы создаем определенную организацию ума. Отсюда чудесные взаимоотношения с окружающими, новая работа. Мы даже худеем и приходим к своему идеальному весу. Любить себя – значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарной Богу за подарок жизни. Когда человек любит себя, он создает вокруг пространство любви, которое начинает менять все окружающее. Вспомните старый фильм «Алешкина любовь» с Леонидом Быковым в главной роли. В нем главный герой фильма молодой бурильщик влюбляется в девушку и своей любовью меняет всю бригаду. Любить себя – это значит избавиться от любой формы агрессии в свой адрес, то есть избавиться от чувства вины, самокритики, недовольства собой, ненависти к себе, жалости. Любить себя – значит прежде всего уважать свою личность, любить и принимать себя таким, какой вы есть. Любить себя – значит первое чувство благодарности и радости отдавать Богу, Вселенной, частицей которой мы являемся. В христианстве есть заповедь – возлюби Бога превыше отца и матери, превыше сына и дочери. Возлюби Бога всем разумом, всей душой, всем сердцем своим. Ну как нужно любить Бога? Куда направлять эту любовь? На небеса? Но это будет любовь к небу. Тогда может быть к иконе или распятию? Но это творение рук человеческих. Каким местом мы ближе всего к Богу? Душой. Значит, любить Бога – это направляет любовь себе, в свою душу. Любить Бога – это значит любить себя, как его частицу. Отсюда становится понятной и другая заповедь. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Если я люблю себя, как частицу божественного, то и к другим буду относиться так же. Любовь к Богу начинается с любви к себе.